Всем привет! Ну вот и я решил записать небольшое видео о новой модели Flux, 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 кому как удобно, и немного рассказать почему вокруг нее столько шума. Обычно я скептически отношусь ко всем убийцам, Majorney, Stable Diffusion, ну и всех остальных. Сколько бы их ни было, до сих пор никто никого не убил. Недавно, если помните, было много хайпа вокруг SD3, он моста и еще кого-то там, ну и где они сейчас. Ну вот когда ребята в нашем чате стали ее тестировать и активно обсуждать, то тогда мне стало интересно. Тем более, что установить ее сейчас можно как обычную модель для Forja, без танцев с бубном, как например на Comfy. И все это благодаря нашему китайскому товарищу, который сейчас работает с новой версией Forja, не покладая рук, за что ему огромная благодарность. Итак, сначала о ее плюсах. Она в разы лучше понимает промп, не коверкает изображение, например как модели XL и 1.5. Она отлично генерирует текст, он получается с первого или второго раза. И руки. Она офигенно делает руки, что делает ее уникальнее в отличие от предыдущих моделей, а также от Majorney и от Dali. В общем, по этим параметрам модель Flux 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 их уделала. При этом на ней теперь можно генерить даже на Forja, а скорее всего скоро и даже на автоматике. Ну и есть конечно и минусы. Модели, например, весят почти в два раза больше, чем XL и работают намного медленнее, чем XL. Но думаю, что это вопрос времени и натренированные и смежные модели скоро появятся. Turbo Flux и что-нибудь еще уже не за горами. Кстати, создатель Forja не только интегрировал в Flux Forja, что делает ее доступной для всех пользователей, но активно и дорабатывает сейчас новую версию Forja, которую уже сейчас можно протестировать. И всем, кому не терпится это сделать, я сейчас покажу как. Для начала нужно скачать последнюю версию Forja. Ну, я просто обновил свою сборку и можете сделать так же. Но заранее предупреждаю, что новая версия Forja еще на стадии разработки и какие-то расширения могут у вас отвалиться. Поэтому можете обновить, но только на свой страх и риск. Я вас предупредил. Затем скачивайте модель Flux и закидывайте ее в папку с моделями. Ссылки на модели я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. К слову сказать, я сам качал их через расширение Civitae браузера. Они прекрасно скачались и установились. Для видеокарт третьей и четвертой серии качайте модель NF4. Она весит 10 гигабайт и работает намного быстрее. Для видеокарт первой и второй серии выбирайте FP8. Я пробовал генерировать и на той, и на другой модели. Разницу в качестве я не заметил, а вот в скорости, да, разница большая. После того, как вы скачали модель, заходите в Forja и переключайтесь на радио баттон Flux. Затем выбираете модель. И если у вас видеокарта третьей или четвертой серии, то, как я говорил уже, это NF4. Соответственно, выбираете радио баттон NF4. Есть видеокарта первой и второй серии, то модель FP8. И радио баттон тоже FP8. Свап метод пока не трогаем, оставляем как есть. Настройки можно тоже не трогать, они уже выставлены по умолчанию. Если вы заметите, то негативный промт у вас не активен. Это потому, что CFG Scale стоит на однерке. Вы можете его, конечно, передвинуть, но тогда качество картинки будет хуже. Да и негативный промт ей, в принципе, не нужен. Она прекрасно генерирует и без негативного промта. Если у вас слабая видеокарта, то размер по умолчанию пока оставьте как есть. А потом уже разберетесь, каким размером вам комфортнее генерировать. Свап локейшн можно выбрать GPU, если у вас мощная видеокарта, или оставить CPU. В этом случае, Форж перераспределит оперативную память и память видеопроцессора. Ползунок также можно не трогать. Оставить как есть. Он регулирует выделение памяти вашей видеокартой. Давайте напишем промт и сгенерируем первую картинку. И вы посмотрите, как она четко нарисовала глаза. Причем сделала это без детейлера и без дополнительных лор. У этой модели явно большое будущее. И она точно скоро заменит XL. Даже нет никаких сомнений. Давайте сгенерируем что-нибудь еще. Ну, этого товарища вы все прекрасно знаете. Промты я заранее не готовил. Я их просто рандомно закидываю из списка промтов. Если хотите, оставлю вам на бусте. Под этим видео там около полторы тысячи промтов. Для ваших экспериментов с флюксом должно хватить. Теперь посмотрите, какая получилась четкая картинка. На кепке даже есть буква М. На модели XL по-любому была бы какая-нибудь кракозебра. Ну и напоследок давайте еще что-нибудь сгенерим. Эта картинка у нас получилась больше фотореалистичная. Вы посмотрите только на детали. Как четко они прорисованы. От настоящей фотографии вообще не отличишь. В общем, что здесь можно еще сказать. Модель очень классная. Пробуйте, тестируйте. И ждем с нетерпением, когда допилят форш. На этом у меня пока все. Не забывайте подписаться на группу ВКонтакте. Само собой на YouTube. Пока он еще работает. Надеемся, как всегда, на лучшее. В самой группе ВКонтакте в разделе видео я теперь заливаю видео на хостинг ВК. Так что там можно его смотреть без тормозов. Но, к сожалению, с рекламой. Хорошему, конечно, быстро привыкаешь. Но что поделаешь. Как говорил один товарищ. Чем тяжелее условия, тем злее бойцы. А вам всего наилучшего. Пока.